Android 10 Именно так, без каких-либо сладких приставок, официально стал доступен владельцам смартфонов Pixel. И в этом видео мы покажем вам 10 самых интересных фишек новой версии Android. Google все же пересмотрела систему управления и предложила новый способ — жесты. Всем владельцам современных смартфонов Xiaomi, OnePlus и многих других они знакомы. Любое приложение закрывается свайпом вверх. Если сделать такой же свайп и немного задержать палец, то откроется диспетчер приложений. Быстро переключаться между приложениями можно на манер iPhone, пролистывая экраны вправо или влево в нижней части дисплея. Шаг назад тут реализован очень просто — свайп от правой или левой грани. Для Android это, пожалуй, самый удобный способ. Есть еще один жест — вызов голосового ассистента. Он вызывается свайпом от левого или правого нижнего угла. При этом даже есть анимация появления ассистента в виде разноцветной полосы. Последний жест вызывает меню приложения — это свайп вверх от любой части экрана на рабочем столе. Таким образом, у пользователя теперь есть сразу три варианта управления. Жесты — стандартный трехкнопочный вариант и вариант с двумя кнопками и жестами. Это, пожалуй, самый неудобный вариант. Тем не менее, теперь у вас есть выбор, да и новые жесты приятнее и интуитивно понятнее. Наконец-то полноценная темная тема добралась и до чистого Android. В отличие от локальных решений, которые встречались у OnePlus, Xiaomi и других компаний, темная тема в Android 10 меняет фон всех системных приложений, а также программ, которые адаптированы для этого. Возможно, в будущем переход на темную тему будет переключать и сторонние приложения, например, Twitter или Instagram, что было бы очень удобно. Сама же темная тема в Android 10 скорее черная. Вернее, в приложениях фон темно-серый, а в настройках черный. Чистый черный цвет и излишне контрастный понравится далеко не всем. Но новая функция появилась, и это приятно. Еще одна новая интересная фишка. В чистом Android нет возможности изменять тему, но в десятке появились инструменты для изменения формы иконок и смены цветовых акцентов. Для этого надо активировать режим разработчика. Идем в раздел «О телефоне», кликаем несколько раз по номеру сборки, дальше переходим в раздел «Для разработчиков», листаем в самый низ и находим три пункта. Первый позволяет менять цвет акцентов и плашек. По умолчанию он бледно-фиолетовый или синий, но можно выбрать цвет поярче или напротив черный. Кроме того, можно изменить шрифт и форму иконок. Тут сразу несколько вариантов на ваш выбор. Какая-никакая, но возможность изменить тему. В Pixel 3, равно как и в Pixel 3a, установлен продвинутый вибромоторчик, такой же, как устанавливается в iPhone. Он позволяет имитировать определенные нажатия, чем, например, давно пользуется Apple. Теперь это взяла на вооружение и Google, реализовав отдачу при некоторых задачах. Например, при выделении текста система создает виброотдачу, и вы не только видите, но и чувствуете, что выбрали определенный кусок текста. Это очень удобно и информативно, и хочется, чтобы Google активнее внедрял эту функцию и в другие приложения. Вы знаете, что в iOS можно очень легко делиться Wi-Fi-паролем между разными устройствами. Нечто подобное решили сделать и в Android 10. В настройках сети, к которой вы подключены, можно увидеть новый значок «Поделиться», который создает уникальный QR-код. Наведите на него камеру другого смартфона, и вы подключитесь к той же сети без ввода пароля. Не совсем очевидное решение, но если вы сидите в кафе и делитесь паролем с друзьями, то, наверное, так даже удобнее. В Android 10 появилась возможность быстро вернуть иконку или виджет на рабочий стол, если вы его случайно удалили. Например, у вас есть куча иконок и виджетов на столе, и вы решили что-то удалить. Но удалили не то приложение. Теперь система дает вам пару секунд, чтобы отменить это действие. Простая мелочь, но создающая определенный комфорт. Google в очередной раз поработала с уведомлениями, и теперь они, если верить компании, стали еще лучше и умнее. Но если вам что-то не нравится, то можно очень легко настроить уведомления от каждого приложения. Для этого просто зажмите любое уведомление, и появится контекстное меню. Можно сделать так, чтобы уведомления приходили без звука или не приходили вообще. Очень удобно, когда у вас много разных приложений, например, игрушек, которые любят слать бесполезные пуши. Кроме того, можно зайти в настройки в раздел «Приложения и уведомления», и там вручную выставить разрешение для каждого конкретного приложения и типов уведомлений. Еще одна интересная функция — это Bubbles, или круглые активные иконки приложений. Нечто подобное уже давным-давно было реализовано в приложении Messenger от Facebook. Но теперь в такие кругляши можно сворачивать совершенно разные программы. Разговоры в мессенджерах, звонки и так далее. Интересно, что по умолчанию функция скрыта в режиме разработчика, то есть Google пока не готова отдавать Bubbles на общее пользование. Но активировать их можно. Переходите в режим для разработчиков, ищите там раздел «Bubbles» и активируйте его. После этого он появится в настройках в разделе «Приложения и уведомления». Но работает это пока не на всех устройствах. Например, в Pixel 3a это работало в бета-версии, а в релизной Bubbles убрали. Ждем очередного обновления, где их, возможно, вернут. Концентрация внимания И Google, и Apple стараются сделать так, чтобы пользователи больше времени проводили без смартфонов. Для этого в обоих системах есть специальные приложения, следящие за нашей активностью. А в Android 10 теперь есть еще и новая функция — концентрация внимания. Она позволяет отключить необходимые приложения, чтобы вы могли сфокусироваться на работе или учебе. Вы самостоятельно выбираете список приложений, которые не должны вас беспокоить. Решение необычное, но оно связано с программой «Цифровое благополучие», и вместе все это призвано заставить вас почаще выпускать смартфон из рук. Для большинства из вас пункт безопасности не дает каких-то видимых нововведений. Тем не менее, Google серьезно изменила некоторые вещи, что позволит вам лучше контролировать устройства и приложения. Например, система ограничивает доступ к вашему местоположению для приложений и дает полный набор настроек. Вы можете самостоятельно выбрать, каким программам какие разрешения давать. Все это было и в предыдущей версии, но в Android 10 Google уделила этому дополнительное внимание, что особенно важно. Вы можете разрешить приложению отслеживать ваше местоположение только во время использования или запретить делать это вообще. Конечно, изменений в Android 10 гораздо больше. Некоторые из них совсем небольшие, но улучшающие взаимодействие с системой. Например, стало удобнее делиться чем бы то ни было файлами, ссылками и так далее. Рядом с иконкой батареи теперь можно вывести процент заряда, а система будет показывать, когда примерно сядет ваш смартфон. Android отныне позволяет делать видеозапись экрана штатными средствами, но Google почему-то спрятала эту функцию, и в данный момент она недоступна, хотя в бете такая возможность была. Вероятно, функцию еще обкатывают и покажут вместе с новым Pixel 4. Напишите в комментариях, какие новые функции в Android 10 понравились конкретно вам, что больше всего пригодилось или что мы пропустили. Это The Rock. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok